друзья привет сегодня покажу автомобиль который уникален тем что не меняется уже 13 лет но несмотря на это не утратил свою популярность в классе среднеразмерных седанов это что за покемон toyota ли он ребят в этом обзоре не будет слов дерзкий легендарный 13 поколение и в этом роде машина всего второго поколения выпускать с 2007 года и не меняется по сей день в 2010 году был первый рестайлинг у нее выпускался до 2016 года и знать что сделал японцы шестнадцатом году ничего бахнули второй рестайлинг чуть-чуть изменили автомобиль по внешности и все остается тем же самым олеоном у этого автомобиля есть сестренка называется она toyota премию раньше была toyota корона премию потом стала премию также у нее два поколения рестайлинги ничем не отличается от олеона только немножко по визуалу техническая база кузов все то же самое друзья сегодня разберемся чем же этот автомобиль действительно так цепляет наших покупателей потому что заказывает абсолютно разные люди часто выбирают эту машину в качестве первого автомобиля многие берут как машину именно для семьи может быть у кого-то есть джип у кого-то есть гонка но нужен обычный автомобиль идеально подходит олеон ребята по визуалу тоже нельзя сказать что здесь есть какие-то выдающиеся черты нельзя сказать что там какие-то фары у нас ксеноновые диодные которые посмотрите как изменился автомобиль в рестайлинге выглядит немножко по-другому уже более современный дизайн но все остальное остается то же самое по кузову здесь абсолютно нечего добавить машина реально средний седан который подойдет в принципе для любого пользователя машина в которой действительно комфортно которая выглядит строго несмотря на время и может быть именно поэтому японцы не предпринимают каких-то жестких изменений по дизайну там не делают более квадратный или круглый кузов в шестнадцатом году вышел второй рестайлинг на эту модель изменилась передняя часть как я уже говорил задняя осталась точно такой же здесь абсолютно ничего не меняется и до сих пор выглядит круто ну лично на мой взгляд я знаю что многие сейчас начнут писать да ну старье что-то сделал покажи краун пускать статком покажет классно выглядит машина реально дойдем до цены вы поймете почему люди выбирают этот автомобиль до сих пор хотя в этот же бюджет можно купить автомобиль новее свежее может быть красивее когда-то дизайн классный до сих пор стоит здесь у нас не гибридный двигатель 2 zr fe самый простой вариатор также я думаю что уже вряд ли кто еще боится вариаторов ребята а думайте стоит она все свежие автомобили стоит вариаторы автоматы уже вообще по-моему не на каких toyota у нас не стоят но на самом деле штука надежная переживать нечего стоит копейки в владивостоке проблем с ним не будет заливайте оригинальное масло заливайте оригинальное масло в трансмиссию менять охлаждающую жидкость все ребята 2012 год сейчас 2020 чувствуете что салон староват старомоден не хватает каких-то нюансов деталей я нет все есть машина реально соответствует всем требованиям нашего времени все мягенько все классно реально по визуалу в салоне у меня нет вопросов машина классная возможно нету каких-то функций до типа ай сайт контроля полосы и так далее это все в свежих версиях уже реализовано вот кстати говоря про 16 год про последний рестайлинг знаете что сделали в салоне да практически ничего добавили немножко мелочей появились версии с кожаными сиденья белая кожа черная кожа у нас кстати говоря черный салон это один из тоже что самых желанных вообще салонов которые все хотят есть самые простые салоны на светлой на светлом велюре я бы тоже выбирал черный и все клиенты выбирают черный вот прям как один печка самая простейшая есть комплектации с мультирулем можете управлять кондиционером до климат-контролем можете управлять навигацией магнитолой все без ключевой доступ пуш старт нас много различных бардачков и ну это удобство тойота то есть здесь нас не отнять классный классный салон все что нужно есть и до сих пор люди выбирают олеон за то что у него классный салон при том что средний размер седан небольшой но очень вместительный давайте пойдем посмотрим что на сзади и да посмотрите сколько места сзади классно удобно просторно при таком размере кузова получить только место сзади но это это ли не достижение эргономика прям на уровне есть все нет каких-то лишних да как nissan и там с этими хрустальными светильниками или honda там с карбоновыми какими-то вставочками деревянными панельками как на джейте да здесь все пластиковое все простое хромированные какие-то вставочки и не пришлось японцам придумать каких-то изящий там как-то измываться над машиной добавлять какие-то нюансы можно открыть проход в багажник знаете зачем да элементарно для всего можно во первых хватить не габарит если вы любите не говорить рассаду вспоминаем про рассаду ребят без рассады никуда в Владивостоке так тем более друзья челлендж с кармашками на спинках сидений в этом автомобиле их два кстати у нас что-то лежит пожалуйста зеленый чай японцы оставили нам водичку камера друзья смотрите вот такой у нас длины багажник снаружи да реально говорят как вы целе он класть сумки не уж багажник вот такой нифига друзья посмотреть сколько тут места места ну реально очень много при том что вспоминаем у нас раскладываются спинки сидений можно возить не габарит поэтому багажник у вас можно продлить до вплоть до передних сидений запаска хотел сказать полноразмерная но это банан ваш любимый друзья банан ален с бананом у нас дворники да да зимние знать что значит на этой машине можно ездить прямо зимой а то есть любители звонят мне зимнюю комплектацию алена пожалуйста зимние дворники зимняя комплектация ребята 155 миллиметров клиренс для седана среднеразмерного класса жигулей как вы любите сколько вы жигулей клиренс не знаю напишите в комментариях кстати говоря будет интересно почитать но 155 миллиметров клиренс позволит вам проехать вообще везде как это за поступать посмотрите какие нарядные колесики у нас стоят нарядные нарядные ребят посмотрите какие нарядные колесики у нас стоят 195 65 15 смак написано японские диски красивые черные стильные злые как вы думаете что это такое можно кстати говоря сейчас узнать но я уже узнал а вам не скажу ребят пишите в комментариях на ваш взгляд я могу дать подсказку вот с этой стороны была точно такая же вторая но нет поэтому внимание вопрос что это такое и где это второе кстати можно устроить конкурс и тому кто даст правильный ответ реально сделаем конь классный подарок японскую вонючку или еще какой-нибудь классный или вот эту штуковину друзья если угадать что это такое она вас ребят что по управлению этим автомобилем все нормально нельзя сказать что это гонка там супер какой-то комфортный автомобиль но класс реально шумоизоляция на уровне седан среднего класса у нас там не бизнесовый никакой не люксовый но чувствуешь себя вообще не чувствуешь обделенным я так сказал все классно все удобно машина едет очень мягенько всегда есть запас мощности это у нас 18 мотор если возьмете двушку не скажу что в космос на будете летать но реально динамики еще прибавится можно включить спорт режим с вариатор начинает работать по-другому затягивать у нас на низах ремень в общем машина летит разгоняется все очень мягенько плавненько и даже если свернуть на внедорожье не так конечно как форик да она прям не почувствует почувствует но каких-то там дребезжание там стуков вот этот гремящий пластик как в honda например да по стереотипу тех же самых фитах этого не будет этого не будет здесь toyota за качество реально отвечает пусть она постаралась реально машина обхватывает то есть она прям располагает к себе и к ней привыкаешь очень быстро если у вас мало опыта вот в этом автомобиле вы не будете чувствовать что он какой-то громоздкий большой и так далее хотя при таком салоне действительно вот такие размеры кузова ну прям идеально вот сопоставление цены и качества я считаю вот это прям основной девиз вот этой машины идеально цена качество размеры габариты и управляем ребят цены на олеон и премиум потому что они по стоимости всегда идут рука об руку самый старт на самые простые версии это полтора литра передний привод мотором 1 nz 600 650 тысяч рублей за машины с высоким пробегом достаточно то есть выше 150 160 километров но здесь не стоит разводить руками говорить что о большой пробег достарь его мне код подсовывать и машины ходят очень много на аукционах попадаются и по 350 по 400 тысяч машины вот в таком кузове с таким же мотором полтора литровым поэтому берите смело если хотите полторашку с небольшим пробегом до сотни и надо еще поискать вот готовьте ну около 700 тысяч рублей на версии 18 передний привод старт цен 750 тысяч рублей если хотите полный привод прибавлять еще полтинник дальше все зависит уже от ваших потребностей цвета комплектации пробега и так далее ну и двухлитровой версии на самом деле мы их действительно помню разу не возили старт от 850 тысяч за самые такие варианты можно сказать вот битье а вот следующий вариант это уже двухлитровая машина которая можно привести но на самом деле я не знаю стоит ли переплачивать за такие машины потому что можно взять 18 вам будет более чем достаточно как я всегда люблю говорить полный привод если хотите то только 18 версия вам подойдет но для города я бы лично взял полторашку во-первых это экономия на таможне на налогах и по расходу топлива друзья а динамику полторашки ну не гоночная конечно 18 ее уделать но достаточно вам будет для города достаточно тем более если вы рассматриваете ален как первую машину не сказал еще про последний рестайлинг 16 года на вот эти же кузова ребята но там цены уже от миллиона рублей 960 я нашел самую дешевую статистику это полтора литра передний привод 2016 год ну тут тоже вопрос стоит ли переплачивать уже если вы платите миллион а цены доходят до миллион двести миллион триста за такие варианты тут уже можно рассмотреть в принципе класс повыше можно привести аккорда cr6 если вспоминать все-таки про среднего класса автомобилей я имею ввиду средний размерный седан класса жигулей кого можно поставить рядом с этой малышкой но да практически никого bluebird силфи до который сейчас идут nissan силфи тоже вообще не популярные автомобили можно поставить им презу на самом деле тоже очень редко спрашивают потому что люди не знают наверное что вообще есть такие нюансы все знают олеон премио и как один олеон премио мне давайте есть еще honda grace ребята это тоже самый fit только в кузове седан выглядит вполне симпатично по мне есть передний привод полный привод гибрид робот в общем тоже по комплектациям разгуляться что хочу сказать заключение автомобиль действительно уникальный не меняется ничего уже 13 лет но автомобиль в топе очень много заявок на подобные машины заказ и 15 и 16 год и 10 и 9 13 полторашки 18 в общем во всех комплектациях есть целевая аудитория у этой машины бесконечно как я уже говорил в нашем городе реально практически каждый второй но может быть каждый третий водитель владел таким или подобным автомобилем алион премио в первом либо втором поколении интересно будет послушать как обстоят дела с этой моделью актуально ли она у вас также как в владивостоке хотя я уже знаю ответ потому что мы же работаем со всей страной в общем друзья пишите был ли опыт владения такой машиной может быть вы мечтаете может она подойдет вам как первый автомобиль будет интересно почитать послушать кто еще не подписан на наш канал обязательно подписывайтесь ставьте лайки пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля